Итак, вторая часть. Всем здравствуйте, кто не смотрел первую часть про помады. И вторая часть это у нас блески. Начнем мы с блесков Faberlic. Пока я попробовала только два. Первый из них это вот серия I2I молодежная. И здесь у нас артикул 4705. Блеск с таким пластмассовым носиком у нас ведет. И вот он. Немножко розовый, с блестками. Блестки не ощущаются, на солнышке хорошо переливаются. И держатся, как все блески, где-то час. И всеми любимый, всеми известный блеск. Это Faberlic. Вот этот вот. 44-47. С большим спонжем. Пахнет он шоколадкой. Какими-то карамельками. Вот такой он, простой. Практически прозрачный. Вот первый он чуть-чуть розовее. А этот более прозрачный. Тоже блестки в нем держатся также около часа. Дальше. Есть у меня два блеска от Vivienne Sabo. Вот эти вот гелевые. Так, первый. Не скажу номер. У меня тут все уже оторвалось. Так, ну, скорее всего, это либо второй, либо третий. У него кисточка. Он уходит в розовый. Вот он. Ну, вот эти два блеска, они практически-практически незаметны на губах. И это мне иной раз нужно и нравится. И вот это вот первый номер. Тоже он идет с кисточкой. Этот, можно сказать, он прозрачный. Потому что он такой телесного цвета. Его не видно на губах. Просто глянцевые губки у вас. Так. Дальше. Есть у меня один блеск от Essence. Это 3XL Shine. Такой. Тоже прозрачный. Здесь вот у них все это заклеивается. Потом не очень красиво выглядит, конечно. Спонжик. И тоже такой полупрозрачный. Блески в нем не ощущаются. По крайней мере, у меня. Все ощущения я говорю только за себя. Некоторые очень чувствительные. Даже к мелким блескам они их чувствуют. Но у меня этого нет. Далее вот есть у меня вот такой блеск. Его название. Вся красота. А номер 103. Вот такой он тоже с кисточкой. И он в розовинку уходит. Вот такой. Блески также на нем не ощущаются. Далее. Блеск от Chanel. Это 28 номер. Жидкая помада. Я его так называю. Он розовый. Его можно наслаивать. Прекрасно держится. Можно наносить на помаду. Примерно вот в таком же оттенке. И будет хорошо держаться. И помада, и блеск. Он не стекает. Никуда никак не съедается. Вот это противно. Когда в середине губ уже цвет своих натуральных губ. По краям что-то еще осталось от помады и от блеска. Это ненавижу. Мне просто это не нравится очень сильно. И вот что касается этого блеска. То у него такого нет. Дальше пойдут у нас блески от Avon. Первый блеск от Avon. Это вот такая у них серия. И боже, как же вам сейчас показать. Видопинг, если сфокусирует камера. Очень мелко они пишут. Здесь спонжик. И что касается цвета. Вот такой. Более такой. Чуть-чуть кирпичному идет. Розовое, кирпичное. Что-то в нем такое есть намешано. Тоже хорошо держится где-то. Час для блеска. Час-полтора. Это абсолютно нормально. Если без перекусов. Хорошо увлажняет. Мои губки. Дальше есть у меня два блеска от Avon. Любимых. Это вот эти вот пламп. Серия увеличивающая. Что-то тут у нас прилипло. Первый это простой прозрачный. Куда покатился. Они действительно немножко так охлаждают. Пощипывают губки. Они идут с кисточкой. И он прозрачный. С блесками. Такой. Охлаждают. Пощипывают немножко так. Кровь приливают губкам. Очень красиво смотрится на солнышке. Вот этот вот. Это у нас... Ну тут совсем ничего может быть не видно. Пробуем. Вот. плампинг пиро. Дальше. Вот этот. Та же самая серия. И здесь пинк нектар. Пробуем фокус. Пинк нектар. Тоже у него здесь идет кисточка. И он такой же исчезла. Увеличивающие губки. Так кровь к ним приливает. Он более такой... Кирпичный. Вот. Ну его можно как слегка нанести, да? Просто придать цвет. Либо наслоить и будет немножко он поярче выглядеть. Вот. Такая вот замечательная вещь. Вот они сейчас более-менее точно передаются. И последний. Изейван. Любимка. По-моему, все его знают, все его любят. Это вот такой. Color Trend. Это Ангел. Он со спонжиком. Приятно пахнет. Выбеливает губы. Розовенький такой. Вот он. Приятный. Все его любят. И одно время, когда Эйван делали обновление вот этой серии Color Trend, была такая мулька, что он исчезнет. Но они просто обновили серию. Дальше. Остались у меня пять блесков от Эвелин. Первый блеск прозрачный. Планирую купить еще один такой. Это номер тридцать девять. Это серия 3D Shine Голографик. Или Голографик. Кому как нравится. У них здесь идет спонжик. И он просто прозрачный. Если не нужен цвет от блеска, то вот пожалуйста просто глянцевые губки и вперед. Дальше. Розовый. Без явно выраженных блесточек. Это 54 номер. Также тот же спонжик. И вот он. Нежно-нежно розовый. Практически беленький такой. Но вот камера все равно немножко съедает. Может быть свет как-то не так падает. Здесь он кажется совсем таким белым. Но на самом деле он отдает чуть-чуть в розовинку. Дальше тоже розовенький. Та же самая серия. номер у нас 69. И здесь больше блесток чем цвета. Это вот так. Вот он. Полупрозрачный такой. Чуть-чуть розовенький и разные-разные блесточки. Зеленые, розовые, желтые. Разнообразные. На солнце очень красиво смотрятся. И последние два блеска. Они тоже перекликаются между собой. Как и первые два. Это та же самая серия. 72 номер коричневый. В нем больше цвета чем блесточек. Куда? Вот сюда. Вот он, да? Вот такой. Очень красивый цвет. И последний это 68 номер. Вот такой. Здесь так же, как и в предыдущих розовых больше блесток, чем цвета. Вот. Вот предыдущие два, да? Вот они. и вот эти. Они одной цветовой гаммы, но в одних больше цвета, в других больше блесток. Вот это все мои любимые блески на данный момент. Вот они. Тоже так же, как помады, да? Они примерно одной цветовой гаммы. Вот. Всеми я пользуюсь. Всеми довольна. И я не парюсь по поводу того, что что-то стерлось. Нужно еще раз обновлять. Я просто обновлю и побегу дальше. Мне это не доставляет никаких неудобств. Вот. Надеюсь, я удовлетворила ваше любопытство. Просто у меня этот запросик давно висел. И сейчас появилось время. Я потихонечку снимаю видео. Оставляйте свои запросы, ставьте лайки и подписывайтесь. Буду рада общению. Можно пообщаться со мной и ВКонтакте, и в Одноклассниках можно меня найти. Все. Всем спасибо за внимание и пока-пока-пока. ВКонтакте, вконтакте,